Дагестан Субтитры делал DimaTorzok Сегодня глава Дагестана посетил с рабочим визитом Маграмкенский район. Сергей Меликов осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу Ярак-Казмоляр. В настоящее время здесь проводится масштабная реконструкция. Она позволит увеличить пропускную способность до 1500 единиц транспорта в сутки. Также будут запущены 11 полос на въезд в Россию и еще 11 на выезд. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Также Сергей Меликов ознакомился с работой, проводимой и на пункте пропуска Тагиркент-Казмоляр. В обновленном виде он будет сдан позже, в конце 2027 года. Тем временем ввоз через дагестанскую госграницу более 70 тысяч тонн овощей и фруктов и 5000 саженцев декоративных растений проконтролировал Ростельхознадзор республики с начала этого месяца. Продукция прибывала в нашу страну из Азербайджана, Ирана и Турции. В 25 товарных партиях обнаружены 5 видов карантинных вредных объектов. Это западный цветочный трипс, средиземноморская муха, восточная плодожорка, томатная моль и многоядная муха горбатка. А во время документарных проверок выявлены нарушения в еще 14 партиях. Большая часть подкарантинных товаров возвращена в страны-экспортеры, а некоторая после обеззараживания выпущена в свободное обращение. Как работать на самого себя, составить бизнес-план и где найти финансовую помощь? Ответы на все эти вопросы можно получить в Центре поддержки предпринимательства Дагестана «Мой бизнес». В формате «Одно окно» предпринимателям доступны как государственные, так и муниципальные услуги, некоторые справки и документы, необходимые для начала и развития бизнеса. Кроме того, здесь оказывается поддержка начинающим бизнесменам и самозанятым, от появления идеи вплоть до выхода на экспорт. Вы можете здесь у нас получить услуги в виде регистрации индивидуального предпринимательства, юридического улица, а также самозанятых граждан, где здесь же в Центре нашим консультантам также будут вам открыты расчетные счета. Также в нашем Центре имеются и конференциалы, где для субъектов, самозанятых граждан, а также различных образовательных учреждений вы можете воспользоваться данным конференциалом для проведения своих образовательных услуг, семинар-совещаний, конференций. В данном Центре для наших также бизнесменов имеются и переговорные комнаты, где вы можете проводить свои переговоры, где вам не будет практически никто мешать. Также хотелось напомнить, что 4 августа 2022 году мы также в городе Дербенте открыли филиал Центра «Мой бизнес». Данный Центр располагается на улице Фермерская, 102, где также предлагает для наших субъектов, самозанятых граждан, также физических лиц все услуги. И к другим темам. Как не допустить дестабилизации общества на почве экстремизма и национализма. На эту тему в Национальной библиотеке Махачкалы состоялся круглый стол. Участие в нем приняли представители органов республиканской власти, депутаты, общественники и религиозные деятели. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Последние события в аэропорту Махачкалы стали серьезным сигналом для общественности. И укрепление межнационального мира, а также профилактика экстремизма среди населения становится еще более актуальной. Об этом и многом другом говорили сегодня во время круглого стола в Национальной библиотеке. Мы искренне сопереживаем всем пострадавшим в палестинно-израильском конфликте. Эти кадры с погибшими детьми, с разрушенными кварталами, с тысячами людей, которые вынуждены покинуть свои дома, они никого не могут оставить равнодушными. Конечно, таким действием нет оправдания. Но в то же время разгромом собственного аэропорта, стычками с полицией, угрозами в адрес ни в чем не повинных людей, с преследованиями граждан по национальному признаку, вот этими действиями невозможно остановить, прекратить то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в Палестине. И такие действия, конечно же, недопустимы. Понятно, что Дагестан в Северном Кавказе – это самый лакомный кусочек, потому что имеет геополитическое и стратегическое значение. Здесь больше всего населения, здесь больше всего национальности, много конфессий. Но уверен, что на эти события, которые они пытались, они, кстати говоря, не дошли до своей цели, они пытались расколоть общество, но у них это не получилось. И мы уверены в том, что никогда не получится. Есть, конечно, огромные средства, закачанные для того, чтобы расшатать. Я уверен, что общими усилиями, зная нашу историю, слушая наших старших, мы упредим в последующем такие конфликты. Мероприятия также приняли участие представители муфтиатов из регионов России. Они поделились своим опытом работы с населением и отметили важность строгого следования религии, которая направлена только на созидание общества. Мы, конечно же, переживаем за наших братьев и делаем за них дуа. Мы понимаем, что палестинцы отстаивают свою родную землю. Они на своей земле, у них есть право защищаться. Но делать вот эти призывы, что обращаться к мусульманам Дагестана, Чечни, Азербайджана, идите на джихад, это неприемлемо. Мы делаем дуа. И нельзя пренебрегать именно силой и значимостью мольбы. Дуа – это важнейшее оружие в руках мусульманина. И одно мощное дуа может изменить ход многих мировых событий. И каждый мусульманин может эту велепту свою внести. Но вот это вот призывать – выходите на джихад, выходите на джихад, езжайте куда-то. Да, ну пусть они сами едут. Вот те, кто призывают, они где-то сидят в теплых странах, кушают там пахлаву, запивают вкусным кофе и говорят, вот правильно, вот выходите. Ну а ты где сам? Вот если ты об этом говоришь, ну езжай тогда, покажи пример. Эмоции, они никогда не помогают человеку сделать правильное решение. Наш разум, он работает без эмоций, когда трезвый ум. А когда эмоции, мы начинаем очень много неправильных действий говорить, действовать. И вот это вот, я думаю, что именно стало причиной того, что вот те чистые сердца, которые переживали за того ребенка, который страдает, за ту женщину, за того пожилого человека, который страдает в Палестине, не только в Палестине, мы переживаем за каждого, кто находится в этом мире. Мы будем болеть, это не означает, что мы должны делать какие-то неправильные действия, противоправные действия. Есть ученые, есть ответственные за то или иное решение. Мы должны их слушать. Если они говорят нам, будьте спокойны, делайте дуа, значит наша задача исполнять это. Не диктовать им условия какие-то, не создавать какие-то определенные прецеденты для того, чтобы что-то изменить. От этого ничего не меняется, кроме как больше проблем становится. По результатам круглого стола был принят ряд предложений, они будут активно применяться в работе с населением. Отметим, что организаторы мероприятия в Успе Муфтия Дагестана при содействии Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Хамзанур Магомедов, Ислам Халиков, Мурат Бекбардов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале состоялся вечер памяти народного поэта Дагестана Магомеда Ахмедова. Коллеги по литературному цеху, друзья, родные и близкие собрались вместе в Театре поэзии 13 ноября, в день, когда Ахмедову могло исполниться 68 лет. Он ушел из жизни в феврале 2023 года. Писатель, прозаик, поэт, переводчик, критик и публицист. Ахмедов возглавлял Союз писателей Дагестана 20 лет. Участники мероприятия декларировали стихотворение в его честь и делились друг с другом теплыми воспоминаниями о нем. Это из всех людей, которые мне встретили в жизни, этот человек номер один для меня. Он везде опекает молодых. Он, когда я пришел стихами, меня заметил. Он свел меня с Расулом Гамзатовым. Благодаря ему я дружил и с Расулом Гамзатовым. Этот человек, я не заметил в его личности таких черт негативных. Он соткан из света, из добра. Этот человек, который всю жизнь посвятил литературе и творчеству, у него другого не было. Теперь дагестанским женщинам не придется выезжать за пределы республики, чтобы провести сложные реконструктивные гинекологические операции. Клиника АСМЕД внедряет новый вид хирургических вмешательств для тех, кто страдает от опущения и выпадения матки и недержания мочи. Операции проводятся с приглашением врача мирового уровня. Подробнее в материале моих коллег. Уникальные операции по суперсовременным технологиям. Теперь дагестанские женщины, которые столкнулись с заболеваниями гинекологического спектра, смогут получить квалифицированную помощь, не выезжая из республики. Хирурги клиники АСМЕД первыми в Дагестане проводят такого рода вмешательства. Накануне для совместной работы был приглашен и всемирно известный гинеколог Александр Никитин для обмена опытом. Никитин Александр Николаевич имеет большой опыт в хирургической практике, более 20 лет. Александр Николаевич долгое время жил, работал, стажировался во Франции. Также он имеет выезд в другие страны с рабочими визитами, проводит операции в других городах. Мы полностью удовлетворены результатом нашей совместной работы с Александром Николаевичем и пришли к единому мнению, что мы эту практику будем внедрять на постоянной основе. То есть доктор будет к нам регулярно приезжать, мы будем отбирать пациентов для выполнения тяжелых и конструктивных операций. И в нашей клинике, в клинике АСМЕД мы сможем оказать высокотехнологичную медицинскую помощь нашим женщинам. За два дня пяти женщинам с серьезными диагнозами были проведены сложнейшие операции. В частности, речь идет о таких диагнозах, как опущение и выпадение матки и тяжелая форма недержания мочи. Руководство клиники АСМЕД планирует регулярно проводить такого рода вмешательства гинекологического спектра. Практика необходимая. Как отмечают эксперты, каждая десятая женщина сталкивается с проблемами опущения матки, а в более зрелом возрасте заболевание диагностируется в 50% случаев. В стенах нашей клиники, в клинике АСМЕД проводятся все реконструктивные операции на тазовом дне. Оказывается, полная гинекологическая помощь женскому населению. Уникальность наших операций в том, что мы проводим двойную фиксацию. То есть это дает гарантированный результат, это дает легкий реабилитационный период, и это полностью избавляет пациента от рецидива. То есть если к нам пациентка обратилась с выпадением матки, мы матку вернем на место, и больше она у нее никогда не выпадет. И при этом не будет причинять никакого дискомфорта. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру, который вы видите на своих экранах или по адресу Лаптеева 85. Патемат Ханапова, Шемиль Хирей Сулаев, Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Пять золотых медалей и первое общекомандное место. Победой дагестанских вольников в Хасавюрте завершился традиционный международный турнир памяти Шемиля Омаханова. Соревнования собрали около 250 борцов из 14 стран. Открытием турнира стал 19-летний долгат Абдул-Кадыров. Хасавюртовец был вне конкуренции в категории до 65 килограмм. Конечно, Омахановский турнир я с детства приходил смотреть его. И я всегда мечтал стать победителем этого турнира, так как это очень такая ценная награда, да, Омахановский турнир, международный взрослый старт. И для меня очень даже было честно побороться и выиграть золотые медали этого турнира. Помимо Абдул-Кадырова отличились и Курбан Шираев, Алихан Жабраилов, Арсенали Мусалалиев и Магома Дибергаджиев. Золото также есть и в активе Тажидина Акаева и Рамиза Гамзатова, представляющих другие регионы. Все победители турнира получили чемпионские пояса и денежные премии по 100 тысяч рублей. Хотел выступить перед домашним публикой, потому что когда я еще маленький был, ездили на эти турниры, чтобы смотреть такой ажиотаж. И была цель выиграть домашний турнир, но на этот раз я выиграл во второй раз. Первый раз выиграл в 2021 году. И на этот раз тоже в основном домашняя публика, родные, близкие, все собрались посмотреть, поддержать. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова